Так что люди, которые у власти, правящая верхушка, они до сих пор показывают и говорят нам о том, что в Украине все спокойно, все тихо, ребята, не переживайте. То, что там убивают студентов, бьют их ногами, женщин, детей, стариков, которых надо уважать, а не надо их избивать, при этом показывают, что ничего не произошло, вообще ничего не произошло. В 4 часа утра, когда Беркут приходит и ногами избивает, лицом его бьют в пол, как это вы считаете? Это правильно? Это демократическое государство? И теперь вы будете говорить о том, что мы не хотим в Евросоюз. Почему? Потому что вы хотите дальше издеваться над украинским народом? Почему сейчас оппозиция начинает пиариться? Потому что когда пришел народ Украины изъявить свое желание, что мы хотим в Европу, или допустим, скажем так, они хотят в Россию, или есть люди, которые хотят оставаться в Украине, тут развиваться, тут поднимать экономику, а не обворовывать ее. Почему вы не даете нормально высказать свое мнение? Потому что людям приходится выставлять все на Ютуб, а не выходить с плакатами и высказывать лично свое мнение. Почему вы решением суда делаете так, чтобы люди не смогли выйти и высказать свое мнение? Это неправильно. Если вы считаете себя демократическим государством, разрешите людям высказывать свое мнение. Не запускайте Беркут против мирного населения, потому что знайте о том, что нас все равно больше, чем вас вместе взятых с Беркутом. Потому что на данном этапе Украина разделилась на два фронта. Беркут, правящая власть, и народ. Но знайте о том, что народ всегда был сильнее, чем любая власть. И любой диктатор, который пришел и хочет уничтожить, геноцидом заниматься, уничтожить народ свой, который за него голосовал, я напоминаю, он будет свержен. Вспомните Чаушеску. Вспомните всех диктаторов в арабском мире. Всех убирают. И знайте о том, уважаемый президент, если вы не остановите кровопролитие, народ Украины и вас снимет. Вспомните Чаушеску. Они его достали отовсюду. Я напоминаю, не повторяйте те же самые глупые ошибки. Украина это не Россия. Тут не пройдет, что запустили ОМОН, всех разогнали, все ушли по домам. У нас такое не пройдет. Потому что сейчас все смотрят на Украину. Мои дорогие друзья, не получайте денег от тех людей, которые вас обманывают. Потому что они, напоминаю, в крови. И они пахнут революцией. Они пахнут кровью. Возьмете эти деньги, знайте о том, что смотреть в глаза тех людей, которые вы забрали деньги, подпосле этого вам будет стыдно. И скажите своим детям о том, что я продался за копейку. Мои дорогие друзья, будьте с народом и за народ. Не идите за властью и за оппозицией. Будьте за народ. Я повторяю. Не нужно избивать мирный народ. Все. Продолжение следует.